Станислав Славанович, здравствуйте. Такой вопрос. Слишком много было замен по сравнению с предыдущими играми. Новые футболисты выходили, об этом вы сами говорите. Это эксперимент? Нет, это не эксперимент. Или впереди то, что матч против Словении, и вы решили дать возможность некоторым отдохнуть? Это не эксперимент, это то, что мы видим, кто в каком состоянии находится. От этого мы отталкиваемся. Другое дело, что, еще раз повторяю, у нас две игры подряд. И хотим мы или нет, как-то надо силы распределить, чтобы на две игры нас хватило. Доволен тем, как и Астанов сыграл, доволен, как другие ребята вышли, которые первый раз играли. Доволен и Сламханом, который давно тоже не играл. Все-таки один тайм он отыграл. Думаю, что в следующей игре еще больше получится у него. Имеется в виду свое мастерство показать Артур. Артур, говорю, Аслан Дарабаев. После долгого перерыва вышел, вышел достаточно качественно. Ну и потихонечку, потихонечку мы, я говорю, и то, и то, и то будем делать. То, что хотим мы или нет. Лига наций, как бы мы его ни называли, это турнир, который придуман вместо товарищских игр. И мы, хотим или нет, я изначально сказал, это турнир, который мы будем использовать для того, чтобы подготовить команду к отборочным чемпионатам мира. Станислав Саламович, здравствуйте. Сегодня сборная Казахстана впервые за долгое время вышла в четыре защитника. Планируете ли вы дальше использовать эту схему? Да. И в связи с чем можно ли спросить? В связи с тем, что нам нужно баланс находить между обороной и атакой. Что было проще для вас? Убедить в свое время сборную России на чемпионате мира сыграть в автобусы против Испании, чтобы добиться результата? Или сейчас заставить своих подопечных привыкнуть к мысли, что лучше сыграть в четыре защитника? И что несмотря на результат в первом матче с Норвегией, все-таки автобусами к чемпионату мира подготовка полноценно не будет? В пять мы сыграли, в Словении тоже было три, дальше что? С Азербайджаном было три, дальше что? Поэтому нам надо, еще раз повторяю, находить баланс. Сегодня мы решили так сыграть и мы будем дальше так играть. Мы никого не убеждаем, ребята прилили треочный процесс какой есть. И сегодня в каких-то моментах мы играли очень хорошо. Еще раз повторяю, все голы были после наших ошибок. Хотя надо отдать должное, австрийцы хорошо играли, мы и без этого знаем. Не только с нами они моменты имели, но иначе пять Европы тоже. Так что мы будем в этом направлении работать и ничего меня с этой мыслью не свернет. Потому что я вижу, что пять защитников – это дорога в никуда. Потому что у нас ни впереди, ни сзади, ничего нет. Можно и в десять в линию играть. Если у тебя мяч не держится, и ты не играешь в атаку, в любом случае тебя накажут. Пять пропустили с греками. Это тоже товарищеская игра была. Ну вот об этом речь идет. Станислав Славович, вопрос такой. В трех играх ни одного забитого мяча – это истинный уровень нашей атаки или временное явление? Ну, во-первых, мы играем в другой линии, нежели в том году. Не могу сказать, что это наш уровень. Еще раз повторяю, были хорошие моменты, которые не закончились последним пасом и ударом-поворотом. Но еще раз повторяю, как бы это ни звучало, я сегодня видел немного другую игру, нежели первые две игры. Там у нас вообще впереди ничего не клеилось. Сегодня были хорошие выходы, хорошие подходы. Еще раз повторяю, Ислам Хан опять вернулся. Ну, 45 минут мы дали. Но нам надо более грамотно распоряжаться моментами. Вот я им завтра спокойно покажу. Но они-то во время игры это не видят. Я думаю, что они сильно будут удивлены, какие были в простых ситуациях ошибки. А если ты сам ошибаешься, а не соперник тебя заставляет, ну, ты просто ему отдаешь мяч в таком моменте, когда нежели, чтобы заставлять его назад бежать. А мы отдавали иногда. Но еще раз повторяю, это не какая-то там критика. Мы играли против хорошей команды на выезде. Понятно, наш результат не может никак не радовать. Но мы это берем как данность. И игроки сегодня опять же себя сравнили с соперником. Поэтому тренеру иногда легче их, как это, приводить в порядок. Потому что когда ты соперника встречаешь, которые быстрее, умнее, хитрее, ну, они их вытягивают, хотим или нет, в следующий уровень. Главное, чтобы таких игр было больше. И тогда на этот уровень можно выскочить.